Здравствуйте, это КФХ Геррифорд. Сегодня хотел снять видео, касающееся сельхозкой операции. Тема такая, которая на слуху у многих и многие про это уже что-то знают и понимают и как-то имеют свое мнение. Я хотел выразить свое мнение, как мы, наша семья смотрят на этот вопрос. Наверное, ну может быть наше мнение совпадет с вашего, может и нет, но я хочу высказаться на эту тему, потому что может быть это навлечет вас на какие-то мысли, которые вы будете использовать в своей жизни и принятии своих решений. Значит, ну многие говорят, и это правда, что сельхозкая операция является фактически единственным средством для того, чтобы мелкие товаропроизводители сельхозпродукции могли как-то выжить. То есть объединившись вместе со своими возможностями, ну по производству молока, например, можно получить большой объем молока, который можно стабильно продавать уже большому покупателю, и иметь меньше головной боли, и как бы, ну таким образом поддержать себя на плаву в любом случае. Вот. Значит, есть другие стороны этого вопроса, и вот какие-то из них я сейчас хотел бы озвучить. Ну, во-первых, да, вот если люди объединяются, то как бы получается эффект синергии, как бы, который фактически всегда дает большой результат. Ну, объединяться можно по-разному, есть разные степени сельхозкооперации. Вот. Ну, вся суть сельхозкооперации сводится к кооперативу. Ну, есть, я не затрагиваю сейчас чисто юридические вопросы кооператива, там их много. Я просто хочу сказать сейчас общее видео на эту тему. Возможно, мы потом еще будем записывать какие-то специальные видео, и будем разбирать уже более подробно этот вопрос. Ну, в общем, получается так, что если у тебя все хорошо, если ты самодостаточен, и тебе не нужны никакие другие какие-то подпорки в твоей жизни, в ведении хозяйства, то в принципе сельхозкооператив тебе не нужен. И я скажу, что, например, в Тульской области сельхозкооперация идет очень туго. Очень. И с одной стороны, может это плохо, а с другой стороны, может быть хорошо. Значит, люди, которые ведут свои хозяйства, самодостаточны. У них все есть. Они достаточно обеспечены техникой, землей, сбытом продукции, их устраивает цена и так далее. Многие вопросы, значит, у них решены. На самом деле, конечно, когда разговариваешь со многими фермерами, то у всех есть много проблем. Эти проблемы связаны и с землей, и с бытом продукции, и с ценами, и с какими-то вопросами взаимоотношений с властью и так далее. Вот эти все вещи, конечно, очень сложные. Но вы знаете, что кооператив, как объединение людей, не всегда может эти проблемы решить. Вот. Для себя, вот, мы видим такой, ну, реальный и правильный кооператив, примерно в таком виде, что объединяются фермеры, производящие молоко. За свои деньги, совместные вклады создают перерабатывающее производство на основе кооператива. И кооператив, собирая молоко со всех фермеров, продает это молоко, делает продукцию под единым брендом, и так развивается. В принципе, это путь развития кооператива Валево финского. Вот. То есть, при наступлении каких-то обстоятельств, при которых, например, становится слишком много производителей молока, резко падает, например, цена на молоко, и заработать можно что-то только при переработке. Вот. Тогда, конечно, объединение вот таких вот мелких производителей является, ну, спасательным кругом. Мы смотрели недавно, ну, вернее, недавно, когда принимали решение насчет своей фермы, мы смотрели одну ферму норвежскую, где в северных широтах объединяются фермеры в кооператив, создают замечательную ферму, объединяют коров, делят свои время, когда каждый из фермеров на этой ферме работает, ставят там доильных роботов, ну, ухаживают за коровами и живут таким сообществом людей, ну, которые делают одно общее дело. Это, конечно, прекрасно. Вообще, и со стороны выглядит это очень здорово. Вот. Ну, естественно, они могут взять кредиты уже, объединившись. У них есть какие-то уже возможности более серьезные, чем у каждого фермера отдельно. Вот. Ну, дальше буду продолжать тоже про плюсы. Я про минусы скажу потом. Значит, далее. Как я уже сейчас слышал от многих чиновников, которые работают в Министерстве сельского хозяйства, государство сейчас планирует снизить степень государственной поддержки начинающих фермеров, ну, и семейных животноводческих ферм. Почему? Потому что полагается, что за эти годы, когда существовала эта поддержка, уже были созданы достаточно ферм и поддержаны достаточно ферм. Поэтому, как бы, новых создавать нет смысла. И поэтому вся господдержка будет постепенно снижаться в поддержке сельхозкооперации. Если я не ошибаюсь, где-то я слышал эту цифру, что в этом году на поддержку сельхозкооперации будет выделено не меньше 5 миллиардов рублей в Российской Федерации. Я могу ошибаться. То есть, государство стимулирует создание сельхозкооперативов. Оперативов, которые бы фактически давали выживать мелким товаропроизводителям и создавали бы такие серьезные мощные кластеры в сельском хозяйстве в России. Дальше, кооператив. Как эта помощь выделяется? В каком виде эта помощь, кстати? Тоже надо читать все документы про помощь кооперативам и разбираться дотошно в каждом пунктике. Ну, я могу навскидку сказать какие-то такие вещи. Например, государство компенсирует покупку оборудования кооперативом, члену кооператива. Если кооператив купил для члена кооператива, например, пресс-подборщик, государство в какой-то сумме осуществляет компенсацию этой покупки. Государство компенсирует обмен продукцией между кооперативом и членом кооператива. Это тоже очень такой, ну, хороший вопрос, и он тоже, возможно, будет полезен. Там, я не помню, или половину стоимости компенсируют, ну, короче, это надо открывать конкретный документ. Ну, то есть, мы можем так себе констатировать, что какая-то государственная поддержка сельхозской операции существует, и она реальна. Вот. Мало того, существует даже указание президента, много очень есть постановлений правительства о развитии сельхозской операции. То есть, как бы, это не просто слова, это реальная вещь, которой можно пользоваться. Я знаю, в Тульской области созданы несколько кооперативов, и они успешно действуют. Некоторые неуспешно по разным причинам, ну, как бы, но есть, есть эти, это кооперация. Хотя, в Тульской области, я повторяю, сильно она не развита. Очень тяжело, если я рассказал о примере кооперации животноводческих ферм молочного направления, то, например, кооперация растеневодов идет вообще тяжело. То есть, я удивляюсь, в нашем районе есть несколько фермеров, у которых примерно 3-3,5 тысячи гектаров земли. То есть, это довольно богатые люди, реально богатые, которые, ну, позволяют себе купить трактор за 20-30 миллионов рублей, которые меняют комбайны, торумы, там, примерно раз в два года и так далее. То есть, ну, это реально очень богатые люди. Но, поверьте мне, представляете, у них, у всех есть проблема, например, с сушкой зерна. Они между собой не создали кооператив, на который бы можно было бы возложить это действие по сортировке и сушке зерна. Они, каждый сам себе делает эту сушку. И не всегда хорошо, не всегда в том объеме, который им нужно и так далее. Но они не делают что-то совместное. Это, скорее всего, по той причине, которую я скажу потом дальше. Но, казалось бы, такое простое решение, как просто объединение людей для достижения больших дел, высоких целей и для, можно сказать, даже для выживаемости, оказывается настолько тяжелым, настолько разноаспектным, что сделать это практически невозможно, если ты будешь смотреть, ну, в будущее немножко. Проще фермеру, который тяжело выживает, проще закрыться, проще бросить ферму, перестать заниматься каким-то видом сельхозпроизводства и уехать в город. Проще, чем с кем-то объединяться ради выживания. Я не знаю, может быть, как бы это и, ну, как бы, может быть, это и правильно. Но на самом деле, конечно, причины вот таких вот проблем кроются в некоторых таких вот посылах, которые я сейчас скажу. Значит, первое, я полагаю, что кроется в разности подходов людей к своему производству. Ну, например, представьте себе, мы создали кооператив, в котором, члены кооператива – это молочная ферма. Я стараюсь, произвожу молоко высокого качества, слежу за дойкой, даю сам, членам своей семьи. Я после дойки, чуть ли не под микроскопом, проверяю фильтр молока. Я слежу за соматикой, за кмофан и так далее, за всеми основными параметрами молока. Я содержу чисто коров и на это, полагаю, очень много сил и так далее. А другой это не делает, но он член кооператива, он не делает. И мы все вместе сливаем молоко в общий чан. В результате чего у нас получается, например, плохая продукция этим кооперативом. Какие механизмы, при каких механизмах можно этого второго члена или там третьего, или четвертого заставить работать по-другому? Невозможно. Понимаете, почему невозможно? Я объясню. Потому что у него такой подход к этому делу. Он просто по-другому это не видит. Вот знаете, как иногда начинают ферму на старых заброшенных советских коровниках. И удивляются, почему у них что-то там не получается. А на самом деле они уже попадают в рамки определенных ограничений, которые этот коровник им создает. И они не могут выйти за эти рамки. То есть ограничения там длинный грязный молокопровод, низкий потолок там, ну и так далее. Какие-то вот такие проблемы. И плохое на возаудаление и так далее. И получается, что они вот в замкнутом цикле находятся. Так вот так вот многие фермеры находятся в замкнутых каких-то обстоятельствах своего подхода к делу. Своего подхода к чистоте. Даже у людей понятие чистоты разное. Согласитесь, что один считает, что протереть тряпочкой сосок это достаточно. А другой обмакнет его средством для мытья сосков один раз. Потом вытрет мокрой тряпкой. Потом протрет сухой тряпкой. А потом еще повернется сосок к себе и посмотрит, нет ли на торце ничего, нет ли грязи на торце. По-разному? По-разному. Вот. Поэтому вот здесь и кроются многие проблемы. То есть различия между людьми. Различия в подходе к ведению бизнеса. Я знаю, те фермеры, растения и воды, про которых я говорил, они спорили между собой о том, какого качества зерно каждый сдавал. Они сдавали потом на общий хлебоприемный пункт. И они спорили из-за того, что он сдал хорошее зерно, а тот сдал плохое зерно. И в результате у всех стало зерно плохое. И почему вы смешали зерно и так далее. Ну какие-то такие, я уж точно не знаю, но примерно такие разборки у них были как бы. Вот. О какой кооперации можно говорить? У нас, вот, потом люди находятся в разных жизненных обстоятельствах. У одного большая семья, много детей, он должен уделять времени этой семье. У него есть еще какая-то работа. И как бы он не хотел, он не может отдастся всем сердцем на эту кооперацию. В связи с этим, как бы, получится, что один работает, другой не работает. Например, очень неплохая была бы кооперация, когда, например, кто-то занимается чисто молоком, дойка, телята и материнское стадо. Кто-то в этом кооперативе занимается откормом бычком. А третий вообще занимается заготовкой кормов для кооператива. Ну, неужели это не прелесть? Ну, зачем мне, например, а я так и есть, я занимаюсь и ветеринарией, и заготовкой кормов, и ремонтом тракторов, и техникой для уборки и зерновых, и этих грубых кормов, и так далее, понимаете? То есть, у нас в хозяйстве все, все вместе. И мы вынуждены это все тянуть. И нам иногда нелегко, и непросто все это дается. В связи с этим, как бы, разделение бы давало бы огромное преимущество. Ну, кто-то занимается откормом бычков. Все, он ставит бычков на откорм, он понимает, как их надо держать, как кормить, рацион. У него появляется опыт, у него появляется сбыт, этих бычков у него много, он может легко продать большую партию и получить хорошие деньги, и так далее. В результате всей этой деятельности кооператива образуется какая-то прибыль, которая делится между членами кооператива. Ну, например, для кооператива продали сено не по 5 тысяч за тонну, а, например, по 3. Но зато этим сеном выкормили коров, бычков и получили прибыль, которая дала прирост не те 2 рубля, которые мог заработать этот товарищ, а, например, 4 рубля. Вот, в результате совместной уже деятельности кооператива, по которому, в результате чего кооператив и продал, может быть, бычков на мясо, и продал молоко, молочную продукцию и так далее. То есть, он может, член кооператива такой, может заработать намного больше. Ну, точно так же и переход молока от того, кто произвел молоко для кооператива и обратно. И тут еще государственная помощь помогает, как бы, и участвует в этих, в компенсации, вот этих вот товарно-денежных обменов между членами кооператива и кооперативом. Казалось бы, все хорошо, но вот эти вот различия, которые существуют между людьми, как бы, сводят все на нет. Вот это и есть самая главная причина. Ну, это одна из причин. Вторая из причин, которую я бы сказал, это относительная бедность людей. Ну, то есть, как бы, для того, чтобы существует наша ферма, чтобы нам объединиться с другой фермой и создать что-то другое, нам нужно просто иметь в кармане какой-то запас денег и вложить, например, 5 миллионов, 10 миллионов в переработку молока вместе с другим фермером. Ну, у нас просто нету этих денег, мы не можем их иметь, мы тратим их на свои текущие проблемы. Еще может быть такая проблема, что тот член кооператива, который будет заниматься, например, заготовкой кормов, а остальные перестанут заниматься заготовкой кормов вообще, потому что есть кооператив, есть член кооператива, который это все поставляет. Он в какой-то момент возьмет и бросит этим заниматься. Ну, не знаю, причин много разных жизненных, просто бросил заниматься этим человеком. И что, в этом году коровы всего кооператива, всех остальных членов кооператива не будут ничего кушать? Так же тоже нельзя. Нельзя же делать и так обрекать их потом на покупку кормов, что сделает вообще неретабельная деятельность кооператива, возможно так. Ну, короче, вот эти все проблемы фактически могут решаться только в кругу очень серьезных и честных единомышленников, которые не будут заглядывать друг к другу в карман, будут искренне доверять друг другу. У них будет руководитель, который будет объединять их в общее, ну, бескорыстно и без какой-то задней мысли и так далее. Вы понимаете, вот чтобы так сложились обстоятельства, это очень непросто. У нас есть в Тульской области один кооператив, который все время на всех совещаниях рассказывают нам о том, что этот кооператив успешный. Знаете, с чего он начинался? Он начинался с того, что человек просто тупо объезжал все деревни в каком-то своем районе, удаленном от Тулы и от Москвы. Он объезжал всех людей, собирал молоко, платил им за молоко копейки, вот, и это молоко потом объединял и возил, сдавал на молокозавод по более высокой цене, зарабатывая относительно небольшую маржу. Вот. Потом этот человек объединился еще с другим человеком, и они вместе создали перерабатывающий цех. И они создали таким образом кооператив. Когда я спросил этого человека, а те люди, которые вам молоко продолжают сдавать за копейки, они являются членами кооператива? Он сказал нет. То есть членами кооператива являются, вот они те, которые создали этот кооператив, создали этот перерабатывающий цех. Так какая тогда радость этим людям, которые и так были, оставался им фактически только навоз, а деньги они получали только для того, чтобы там, ну не знаю, даже хлеб на масло, маслом хлеб не намазать, а максимум там, не знаю, себе закрыть какие-то дырки. Вот. И так, копейки. Так они и остались голыми и нищими. Кооператив объединяться должны те, кто производят молоко, а не те, кто просто умеют его перепродать. Или там взяли, переработали. Вот эти члены кооператива, те, которые перерабатывают молоко. Это вообще нет. Есть, создаются финансовые кооперативы, ну кредитные кооперативы, которые сужают деньги фермерам. Но тоже, какой, какой смысл этого кооператива, если, например, фермер должен дать, туда вложить какие-то деньги, чтобы потом иметь возможность оттуда их взять. Ну я не знаю, я не вникал глубоко в работу таких кооперативов, но я, я не понимаю, чем это сильно отличается от банка. И в чем здесь выгода, я понять мне тяжело. Вот. У нас еще какая проблема? То, что не, относительно небольшое количество молочных ферм, с которыми мы могли бы объединиться. Вот. То есть, одно дело, что еще попробуй объединить, а и ферм-то не так много, с которыми можно было бы о чем-то говорить вообще. Поэтому, как бы, вот такое объединение не получается. Мы думали сделать объединение с переработчиками молока. То есть, мы входим в кооператив как производители молока, они входят как переработчики. Тогда получается, что кооператив заменяет их как переработчиков и оставляет им место только как людям, которые занимаются продажами товаров. Вот. То есть, они выступают как менеджеры. А они не хотят так. Почему, кстати? Потому что, они каждый делают и сыр, и творог, и ряженку, и топленое молоко по своей рецептуре. И если это все будет делать для них кооператив, то не факт, что они смогут продать эту продукцию тем клиентам, которые у них есть сейчас. И зачем им нести деньги потом в кооператив, если они сейчас эти деньги кладут себе в карман? Какой их интерес? Интерес только в том, что, например, мы продадим молоко в кооператив не по 40 рублей, как сейчас продаем, а продадим, например, по 35 или по 30. И надеясь на будущую прибыль, которую нам сделают же вот эти люди, которые продадут дороже эту продукцию. Я не знаю. И вот, понимаете, вот в этих вот моих рассуждениях и кроются все и прелести, и проблемы кооперации. Вот. Если я, еще заметьте, я почти не коснулся юридических аспектов. Если коснуться юридических аспектов, там объединение денег, делимый фонд, неделимый фонд, аспекты выхода из кооператива, выдачи взноса, какие-то там, ну, такие вот сложные вопросы, управленческие решения. Потом, кто является там, у кого какой взнос, как принимаются решения на общем собрании. Я про это еще ничего не говорю. Я говорю просто вообще о структуре отношений, которые могут быть в кооперативе и какие могут быть проблемы. Вот. Поэтому вот я считаю, что вот объединяться можно и, наверное, нужно. Я призываю, чтобы люди по возможности организовывали такие кооперативы. Ну, какие-то кооперативы должны быть организованы, ну, людьми, которые, ну, глубокие единомышленники. Я не знаю, это основа такого, такой самоорганизации. Может быть, на основе, там, прихода храма или, я не знаю, или какого-то монастыря. А, чтобы имелась какая-то, ну, такая высшая основа для того, чтобы люди свои страсти, грехи, какие-то там, ну, неприятные вещи как-то уничижали и оставляли то самое главное, ради чего они объединились. Ради того, чтобы вместе выживать. Вот. Ну, или, как говорится, этот кооператив должен создаваться в ситуации, когда уж вообще все плохо, чего я никому тоже не желаю, как бы. Ну, вот такое, такие мои взгляды на эту кооперацию. Опять-таки, я говорю с вами не по бумажке, я говорю, в общем, те мысли, которые у меня есть на эту тему, может быть, они немножко сумбурные, простите меня, но я полагаю, что этот вопрос надо поднять, надо начать обсуждать. При помощи ваших комментариев мы, может быть, эту тему разовьем более широко и посмотрим, насколько она вообще актуальна. Ну, все. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин